Высокое давление, головные боли, ну и другие там отеки и другие изменения в организме. Сначала была меренная стадия, но за неделю развилась тяжелая. И в связи с этим врачами было принято решение провести кислоросечение. На момент операции шла 33-я неделя беременности. Так неожиданно на свет появилась девочка Аделина, весом чуть больше полутора килограммов. В первые дни, рассказывает мама, внешний вид ребенка только пугал. В реанимации лежала и была в шапке с трубками. Да, так сердце сжималось, кровью обливалось. В медицине детей, рожденных до 37-й недели беременности, называют недоношенными. И по статистике каждый десятый ребенок в мире рождается раньше предполагаемого срока. Из них около миллиона в год умирают. Некоторые берут с собой во взрослую жизнь различные неврологические и физические патологии. Разумеется, преждевременные роды для матери – это всегда неожиданность. Когда это происходит, в голове появляется только один вопрос. Почему? Причина, на самом деле, преждевременных родов до конца неизвестна. То есть это и патология со стороны матери, то есть возраст матери на момент беременности, хронические заболевания, вредные привычки, опять же. Возможно, загрязнение экологии, стрессовые факторы, которые женщина испытывает. Так как черед женщин же до последнего работают, продолжают работать по ряду причин, соответственно, вот эти стрессовые факторы, плюс нарушение питания, диеты, нарушение сна, то есть могут послужить причиной преждевременных родов. Еще каких-то 10 лет назад детей, рожденных раньше 22 недель беременности, не спасали. Такие случаи называли поздним выкидышем. Сегодня медицина оказывает помощь всем новорожденным, у кого при рождении бьется сердце. Принято в нашей стране, в ряде стран мира, то есть дети с 22 недель оказывается помощь. Но если он родится на 21 неделе, то есть помощь будет оказываться в полном объеме. Но в таком случае он ребенком будет считаться, когда проживет 7 суток жизни после рождения. У меня тоже, можно сказать, все случилось внезапно, не успела подготовиться ни морально, ни никак. То есть просто попала в роддом, как мне казалось, вернее не в роддом, а на сохранение, да, в патологию. Что с проблемами, с давлением, но, не знаю, мне как-то казалось, что эти проблемы решаемы, и что, в принципе, я вот просто полежу и выпишусь домой. Но все пошло не так. То есть гистос, давление уже не смогли контролировать. И, ну, можно сказать, даже не можно сказать, это так и есть, чтобы спасать. Ну, то есть выбор стоял, либо мою жизнь спасать, либо, как бы, вот. Поэтому в таких случаях, ну, выбирают маму. И на 30-й неделе поэтому меня прокисорили. То, что уже все, я в реанимации лежала, меня уже не могли дольше врачи держать. Марк родился весом в 900 граммов. И даже эти цифры для почти 8-месячного ребенка были катастрофически маленькими. В лучшее, рассказывает Наталья, уже не верилось. Конечно, это было мне очень страшно, потому что я видела, что другие дети 30 недель, они уже, как бы, ну, там, полтора килограмма полежат, может, там, с месяца и выписываются. Поэтому у меня настрой был такой очень, ну, на то, что будет все плохо. Такой тяжелый. И потом очень долгое время, уже когда там в полгода стало понятно, что все с ним нормально, но я все не могла поверить, что все действительно хорошо. С первых дней жизни недоношенного ребенка выхаживают в кювезе. Здесь влажность, температура и темнота. Условия соответствуют утробе матери. А пока малыш набирает вес и крепнет, мама тоже нуждается в помощи. Ведь впереди нелегкий уход и забота о ребенке. Большая часть мам, они замыкаются в себе, потому что начинают часть из них анализировать, пытаться, почему с ней вот это произошло, с ее ребенком, почему он родился такой, что было не так, что подействовало. То есть, и вот переломить вот от этого круга, так сказать, самоедство и направить ее все усилия на уход, на заботу об этом ребенке. Вот это основная цель психологов, медицинского персонала. Мы выявляем, когда видим определенные эмоциональные реакции, выявляем автоматические мысли, которые порождают вот эти реакции. И, соответственно, идет работа с этими мыслями. Бывает так, что у мамы есть чувство вины. Бывает так, что у мамы есть тревога, страхи какие-то. Но чем больше получает мама информации в течение жизни здесь, в перинатальном центре, тем она становится увереннее в успешном исходе своего ребенка, в выздоровлении своего ребеночка. О том, что было с малышом при рождении, сегодня помнит только мама. В свои шесть Марк, как и другие дети, подвижны, с удовольствием читает стихи и придумывает истории. Сегодня дети-торопышки, как уверяют врачи, догоняют в развитии своих ровесников. Правда, только к трем годам. Если доношенный ребенок в году пытается делать попытки сидеть, ходить, то недоношенный родился в семимесячном возрасте, то он должен в год и три это начинать делать. Не надо его сравнивать, потому что он родился раньше. И у него вот этот срок, который он должен находиться, в утробе, он происходит после рождения. И примерно их можно сравнивать, когда бы он должен был родиться в сроке 39-40 недель, как и любой доношенный ребенок. Пережив эту историю, Наталья Розенгрин стала помогать и другим мамам, у которых дети родились недоношенными. Она проводит бесплатные сеансы арт-терапии, учит вязать. Это занятие помогло и ей в свое время убежать от самых плохих мыслей. Чтобы вот это вот время не проходило, скажем так, медленно и тяжело, в общем, мы начали вязать. Начала сначала я вязать, потом я соседок по палате подтянула. Сегодня Наталья еще и равный консультант благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо». Мамы таких малышей могут получить бесплатную помощь от лучших специалистов в области выхаживания недоношенных детей, позвонив на горячую линию. Кроме того, на сайте фонда есть и онлайн-школа. Мама может зайти и в любое удобное для них время в интернете посмотреть ролик именно на эту тему. На тему по заболеваниям глаз, по заболеваниям центральной нервной системы, по неотложной помощи. Занятия по уходу за недоношенным в домашних условиях есть на этом ресурсе. То есть там около 7-8 тем. Недоношенность – не приговор, уверяют врачи. Больше 80% таких детей выживают. Бывают случаи, когда даже полукилограммовые малыши крепли на глазах. А сейчас в каждый свой день рождения с благодарностью приходят к тем, кто помог им в этой непростой борьбе за жизнь. Анна Рашагирова, Вадим Быстревский. День с толком.